Итак, друзья, переходим ко второй части нашего видео, в которой мы вам расскажем практически приемы применения той экипировки, о которой рассказывал я в первой части видео. Важный момент, который хотелось бы отметить, о котором хотелось бы сказать. Для удачного, успешного прохождения технических этапов мы рекомендуем подогнать снижение все под себя. В частности, это касается усов соностраховки, а конкретно их длины. Значит, у вас два уса, они рекомендуются, чтобы они были разной длины. Длинный ус для верхнего жумара должен быть такой длины, чтобы вы в повисшем на жумаре состоянии могли его спокойно открыть и работать с кулачком, и могли его открывать и закрывать на веревке. Если вы, повиснув на жумаре, не сможете до него дотянуться, вы застрянете на техническом этапе навсегда, и мы вас не спустим оттуда никогда. Останетесь жить на гонке. Рекомендованная длина из опыта, для наглядности, примерно такая, чтобы в натянутом состоянии, когда вы держитесь рукой за ручку жумара, угол сгиба вашей руки был чуть больше 90 градусов. Второй ус, опять-таки, из опыта, конечно, у всех по-разному, но мы рекомендуем, чтобы он был длиной, с карабином примерно вам по подбородок, чтобы вы могли успешно и удачно с ним работать. Первый элемент это будет подъем по вертикальным перилам. Значит, для подъема вам потребуется обвязка, усы самостраховки с двумя зажимами, и ко второму зажиму либо педали с тропы сделаны, либо, соответственно, зажим типа понтин или турбофут. Первый зажим на длинном усе устанавливается выше веревки, кулачок обязательно защелкивается и поднимается как можно выше. Второй зажим с педалью располагается ниже, и также кулачок защелкивается на веревке. Все расправляем, чтобы у нас нигде ничего не терлось, после чего педаль нагружается ногой вместе со всей веревкой. Когда вес перенесен на нижний жумар, нижний зажим, и освобождается верхний, мы можем продернуть рукой его наверх, и после чего на нем повиснуть. Далее, ослабляя нижний жумар, мы его также поднимаем как можно выше, снова пристаем на нем и продергиваем верхний жумар наверх. И так, чередуя эти движения, мы поднимаемся наверх. Обратите внимание, что в любом положении я могу дотянуться до верхнего жумара и снять его. Второй технический элемент – это спуск по закрепленным перилам, по закрепленной веревке с помощью спускового устройства. Соответственно, заправляете спусковое устройство, веревку спускового устройства, как предписано производителем, и спускаетесь вниз, придерживая свободный конец веревки до земли. Расскажем для тех, кто не знает, как заправляется веревка в спусковое устройство, типа стакан, например. В данном случае это одинарный стакан. Значит, веревка заправляется следующим образом. Снимается спусковое устройство с карабина. Этот клин необходим для зажима свободного конца. Вставляем веревку следующим образом. Вот картинка-подсказка. И продеваем в карабин. Если не автоматическая муфта, то муфту закручиваем. Если автоматическая, то, собственно говоря, она сама защелкивается. После этой операции спусковое устройство уже работает правильно. Значит, вот вы спустились дюльфером со скалы, но внизу у вас вода, а контрольный пункт находится на скале. Что же вам делать? Все очень просто. Нужно зафиксировать свободный конец в руке. Достать свой жумар на устье или другой какой-то зажим, который у вас есть с собой. И повесить его на веревку выше и защелкнуть кулачок. И после чего повисаете на своей собственной самостраховке. Как видите, руки я отпустил. Спусковое устройство не работает. И вы можете свободно, пользуясь двумя руками, долезть в любую точку и взять заветное КП. После чего, если вы не хотите искупаться в воде, вам необходимо подняться в исходное место. Снимаем спусковое устройство. Достаем второй зажим, который у нас всегда с собой. Вешаем его ниже. Расправляем петлю. Одеваем. И методом, который мы разбирали раньше, уходим наверх. Значит, следующий технический элемент, который мы бы хотели вам показать, это наклонные перила. Чаще всего для безопасности они бывают двойные. Значит, технический элемент это выполняется следующим образом. Сначала вы обе веревки прощелкиваете в свой центральный карабин, на котором у вас обычно закреплено спусковое устройство. Таким образом. Либо закручиваете муфту, либо проверяете, что муфта автоматически защелкнулась. После чего вы повисаете. Зажим на длинном усе идет наверх. И на ту же ветвь одеваете второй зажим, который у вас с педалью. Педаль также одеваете на ногу. Беретесь за рукоятки зажимов. И начинаете движение, аналогичное тому, которое мы делали на вертикальных периодах. Привет. И таким нехитрым способом начинаете преодоление наклона перил. Следующий технический элемент, который может встретиться вам на нашей гонке, это горизонтальная переправа. Чаще всего организуется для преодоления водных препятствий, такие как реки, ручьи и так далее. Для того, чтобы выполнить этот технический элемент, вам потребуется обвязка и центральный карабин. Значит, элемент выполняется следующим образом. Повисаете на переправе. Обычно делается двойная для безопасности. Закидываете любую из ног, либо обе ноги. Подносите таз как можно ближе к веревке и защелкиваете на ней карабин. После чего можете приступать к переправе. Переправу лучше делать головой вперед. После того, как вы безопасно добрались до противоположного берега, вам необходимо с переправы снять. Для этого также закидываете одну, либо две ноги на переправу. Подтягиваете таз как можно выше. Снимаете карабин. И спрыгиваете на землю. Также на нашей дистанции предлагаются некоторые скальные этапы, на которых участники организуют себе страховку самостоятельно. Либо идут ранее подготовленные перилом организаторов. Для того, чтобы их пройти правильно и безопасно, вам понадобятся оба ваших усаса на страховке. И нужно для того, чтобы у вас страховка была постоянной и непрерывной. Вы подходите к опасному, сложно пролезаемому участку трассы. Видите на ней перила. Одинарный, либо двойный. В зависимости от того, сложно там пролезть или легко, добираетесь некоторым образом до перил. Любой ус вщелкиваете. И повисаете на нем. С этого момента у вас есть страховка. Дальше вы продолжаете передвигаться вдоль скального массива. Но со страховкой. То есть безопасно. Подходите к узловому участку. Чтобы его перейти, вам потребуется второй ус. Который вы перещелкиваете на следующую ветвь перил. И только после этого отщелкиваете первый. И продолжаете свое движение дальше. Это необходимо в первую очередь для вашей безопасности. И доходите до безопасного места, где перила кончаются. И там снимаете и убегаете дальше. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ